Давайте скажем славу нашему Господу. Я зачитаю еще одно место, и мы помолимся. Книга Исход, 32 глава, с 1 стиха. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал ему Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, и принесли. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». Хотел бы обратить на одно место, на один момент внимания, и мы помолимся. Смотрите, друзья, в этом месте Писания речь идет об отступничестве Израиля. И что мне показалось примечательным? То, что они, поставив себе идола, были уверены, что служат Господу. Здесь написано, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И дальше написано, что «Завтра праздник Господу». Эти люди, потеряв из виду Господа, уклонились вслед своего разума и стали поклоняться не тому. Знаете, друзья, в нашей жизни также часто бывает такое, когда мы не радеем об общении с Господом, не ищем Его благодати, начинаем действовать по плоти и поступать по разуму. И у нас в жизни происходит точно так же. Мы можем думать, что мы служим Господу, а на самом деле уже давно уклонились от Него и служим своим идолам, которых мы себе поставили. Знаете, друзья, желание моего сердца еще молиться Богу, просить Его благодати, Его милости на этом месте, чтобы Он убирал из наших сердец этих идолов, которые мы себе поставили, чтобы Он открывал очень наших сердец, и чтобы Он давал нам вразумление, в чем мы еще не таковы пред Ним, чтобы нам еще и еще приближаться к Нему. Потому что не время сейчас суетиться, не время заниматься земным, но время взыскать Господа, чтобы иметь Его великую силу, чтобы нести Его свет народам, и чтобы еще и еще приводить души ко Христу, потому что это время последнее, и мы не знаем, когда оно закончится, но пока оно есть, мы должны и обязаны искать Господа всем сердцем, чтобы Он жил в наших сердцах, чтобы Он отражался в нашей жизни, и чтобы мы могли являть людям свет Христов. Помолимся.